Здравствуйте. Фонд общественного мнения опубликовал очередной опрос, из которого следует, что президенту Путину у нас доверяет 79% возможных избирателей. Давайте сделаем вид, что и правда ничего важнее для судьбы страны сейчас нет, чем выбрать лидера на ближайшее, уже не припомню, какое период. То ли пять лет, то ли шесть, то ли семь. Это тоже много обсуждалось, голосовалось, а к чему на финал пришли? Какая разница? Как неважно, кто на финал проводит выборы. Допустим, ЦИК, как у нас, МВД, как в Италии и некоторых других странах, или Министерство природных ресурсов, как нигде. Главное, что через определенный период с примерно одним и тем же результатом в первом же туре выбирают одного и того же человека. И единственный значимый вопрос – что делать, когда человек этот по естественным причинам закончится? Надеюсь, что этот вопрос не носит экстремистского характера. Мы периодически воспроизводим вопрос о доверии первому лицу в такой же формулировке, как и официальные агентства. Тут с нашей стороны всё безупречно. Но ответы наших респондентов почему-то всё время зеркально отличаются от официальных. Вот у них, допустим, 79% доверяют, а у нас не доверяют. Не знаю, не носит ли наша аудитория экстремистского характера. Но раз выборы у нас по-прежнему альтернативными, то следует же узнать, как наши зрители-экстремисты относятся к другим кандидатам. Может, им больше доверяют, чем Путину. Хотя уж куда больше. Или меньше. И тогда можно вывести какую-нибудь кривую, по которой можно исчислить, как на самом деле так называемый народ относится к так называемой власти. Потому что есть подозрения, что и те, и другие выдают себя не вполне за то, чем являются. Про помощь канала не напоминаю. Но благодарен тем, кто продолжает помогать. Кратко. Первый японский исследовательский модуль Smart Lander for Investigation Moon Слим совершил посадку на поверхность Луны. Япония – пятая страна, сделавшая это после СССР, США, КНР и Индии. Боррель признал, что Израиль финансировал Хамас для ослабления Палестины. Геврокомиссар Бреттон пообещал поставить Украине миллион снарядов к середине весной. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. В центре Нижнего Новгорода прорыв теплотрассы с предварительным числом пострадавших выросло до 16 человек, среди них двое детей. Запорожская атомная электростанция в заложниках сразу у всех. Эксперт Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС, говорится в заявлении организации. Цитата. Мины по периметру Запорожской АЭС в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 23-го года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции, сообщается в релизе. Интересно, а может ли мина, взорванная в полосе отчуждения, хоть как-то повредить электростанции? Мне кажется, что никак. А вот предотвратить террористический акт может. И в МАГАТЭ надо думать. Понимают, что на Украине сейчас руководит как раз террористический режим. Да, им возможность прорваться на ЗАЭС, они обязательно попытаются. Зачем? Ну, не очень понятно. Сейчас ЗАЭС работает, аварий нет, слава богу. В принципе, наличие АЭС в зоне конфликта – это овеществлённая тема будущих переговоров. Именно с этих объектов, думаю, и начнутся какие-то договорённости. Мол, мы это не трогаем, а вы обеспечиваете и так далее. А кому-то это, видимо, не нравится. Негодяев, бывших деятелями культуры, накажут рублевым законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских вооружённых силах и призывах к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, внесут в Госдуму в понедельник, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Обсуждали с вами, это цитата, вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иного имущества, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, написал Володин. Авторами законопроекта стали лидеры фракции Госдумы, то есть примут его консенсусом. Понятно. А зачем? Во-первых, негодяи или всё же деятели культуры. Или вчера были деятелями культуры, а оказались негодяями. Как, к примеру, Борис Акунин, иноагент, бывший самым читаемым современным писателем, оставший негодяем, пристал ли он при этом быть писателем, более того, воспевающим Российскую империю, именно в том ключе, вокруг которого роится сегодня вся официозная пропаганда? Как быть с его романами и фильмами по ним, на которых в немалой степени строится и официозная пропаганда? Можно, конечно, конфисковывать деньги, ценности и квартиры с красивыми московскими видами, заработанные на Ниве культурой, но как быть с тем, что на этой Ниве уже взошло, заколосилось и было щедро оплачено? Выкашивать теперь или как? Как, например, быть с актерами, игравшими в статском советнике? Михалковым, Машковым, Хабенским, Меншиковым. А с Бондурчуком в шпионе? Ведь то, что не знали о негодяйской сущности бывшего деятеля культуры, это не оправдание. Повторить лунную миссию пока не получилось. Американский космический корабль «Перегрин Ван», который вез флаг Украины на Луну, сгорел в атмосфере Земли над Тихим океаном. Кроме этого, они пытались доставить на Луну ДНК Артура Кларка и кремированные останки создателя звездного пути Ротенбери. А у меня на тумбочке у кровати лежит Томик Кларка из Библиотеки Современной Фантастики. Дети подарили все собрание на день рождения. Читаю. Случайных совпадений не бывает. Современным фантастам Кларку, Азимову, Шекли, Брэдбери сейчас чуть больше ста лет. Как американцы ухитрились провести несколько лунных экспедиций, когда все эти классики фантастики еще были достаточно молодыми людьми, а сейчас не смогли даже доставить на Луну горсточку праха? У Перегрин-Ван возникла неисправность двигательной установки, которая лишила возможности приземления на Луну, и вместо этого ему было приказано уничтожить себя. Тоже символично, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!